В эфире ОТВ. Время новостей и итоги. Меня зовут Анастасия Плотникова. Здравствуйте. И сейчас коротко о важных итогах уходящей недели. Орган взаймы. Почему после пересадки сердца Александр Обухов стал более сентиментальным? Моё сердце было немножко сдержаннее, а это более чувствительное. Что чувствует человек, внутри которого бьётся чужое сердце? И почему Александр боится встречи с родными донора? Поиграть шахтёров? Вот эти вот вагоны, в простонародье их называют козы. В Копейске открыли учебный полигон для горняков. Репортаж из подземелья. Зашиваются на работе в Челябинском оперном. Экстренно восстанавливают платье Розалинды из летучей мыши и шубу Бориса Годунова. Посмотрите, какие здесь штуки. Она такая тяжёлая. Зачем костюмам из прошлого века дают вторую жизнь? И кто теперь будет ходить в эпатажных нарядах? Итак, вот такой красавец. Боинг 777 на этой неделе впервые доставил жителей Челябинской области на китайский остров Хайнань. Отныне самый крупный в мире пассажирский самолёт, который раньше был нечастым гостем в Челябинском аэропорту, будет совершать регулярные рейсы в Поднебесную. Вмещает он 300 человек. Но будет ли на Южном Урале такой спрос на полёты в Китай, чтобы четыре раза в месяц заполнять все места в огромном салоне? Об этом в репортаже моей коллеги Яны Торминой. Ну, на семью один чемодан. Одного чемодана на четверых вполне хватит. На китайском острове Хайнань обещают до 30 градусов тепла. Кроме купальных костюмов, футболок и шорт больше ничего. И не нужно у туристов на погоду большие надежды. Купаться и отдыхать от школы. Семья Батрединовых из Златоуста Анжелы и Эдуард и их дочери София и Юля были в Турции, Эмиратах, Тунисе и Таиланде. Теперь решили в Китай. На выбор повлияло открытие нового прямого рейса из Челябинска до Хайкоу, столицы провинции Хайнань. Так как мы летим с двумя детьми, нам очень удобно из Челябинска. Челябинск всё ближе к Поднебесной. Летом были запущены рейсы до китайского Харбина. По большей части они были востребованы бизнес-сообществом. Теперь открыли и туристическое направление. Улететь на Хайнань как минимум до марта можно будет каждую пятницу. Стоимость путёвки на двоих от 40 до 60 тысяч рублей. Боинг-3Семёрки-200. Самолёт таких масштабов в Челябинском аэропорту встретишь нечасто. Его высота практически 20 метров, а длина 65. Вместимость 400 пассажиров. И сегодня в нём не будет свободных мест. Этот борт входит в число самых крупных пассажирских самолётов. Широкофюзеляжные воздушные судна чаще всего летают на дальние направления. Из Челябинска до Китайского острова 8 часов пути. Для нас это всегда испытание, потому что аэропорт принимает один из самых крупных самолётов. Поэтому все службы работают предельно собранно, отрабатываем технологии. 777-й Боинг считается одним из самых безопасных самолётов. На дальние расстояния южноуральцы смело берут детей. Кстати, самой юной пассажирки первого рейса всего 4 месяца. Ребёнку 4 месяца, а мы уже летали с ней в Турцию. Сейчас полетели в Китай. Яна Турмина, Антон Захаревич, УТВ. Ну а о том, что ещё кроме авиасообщения может связать промышленный Челябинский Поднебес, ну и при чём тут композитор Чайковский, расскажем уже во второй части выпуска. А сейчас о том, что может связать Челябинск и Екатеринбург и превратить эти два мегаполиса в третью по величине агломерацию России. Как вы уже, наверное, догадались, это высокоскоростная магистраль. Надежда на то, что проект удастся точно так же поставить на рельсы, укрепилась на уходящей неделе. Председатель правительства России Дмитрий Медведев включил высокоскоростную магистраль Челябинск-Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. Теперь дело за чиновниками двух российских министерств – финансов и транспорта. Они должны придумать, где найти деньги на строительство. Сейчас есть два варианта. Либо ВСМ возведут на средства инвесторов, либо деньги даст федеральный бюджет. Но это только при условии, что проект окупится. Если он будет реализован, мы создаем третью агломерацию в России после Московской и Санкт-Петербургской, которая, собственно, определит некий вектор развития этой территории. В этом интервью телеканалу НТВ Борис Дубровский отметил, что проект строительства ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» сейчас серьезно обсуждается на государственном уровне. А помните, когда губернатор впервые заговорил о ВСМ? Многие восприняли это скептически, так же, как идею о проведении саммитов Шоссе-Брикс в Челябинске и создании сводного тома ПДВ. В итоге саммит пройдет, том ПДВ начнет работать с Нового года. Теперь скептикам придется поверить, что проект ВСМ тоже может стать реальностью. Вообще, по мнению аналитиков, на отсутствие контакта с федеральным центром Борису Дубровскому просто грех жаловаться. Проекты губернатора Челябинской области рассматривают на самом высоком уровне и регулярно приглашают в президентские делегации. Далеко за примером ходить не надо. На этой неделе Борис Дубровский вместе с Владимиром Путиным работали в Казахстане. На традиционном форуме межрегионального сотрудничества в казахстанском Петропавловске говорили о развитии туризма между двумя странами. Но в своем выступлении президент России Владимир Путин отметил успехи Южного Урала и в развитии торговых отношений с соседней республикой. Подчеркну, на региональные обмены приходится порядка 70% двухстороннего товарооборота. Тоже об этом уже говорилось. При этом наиболее активные Свердловская, Челябинская, Оренбургская области. Годовой объем торговли каждой из этих трех областей с казахстанскими партнерами составляет порядка одного миллиарда долларов. И что очень важно, за последние три месяца Борис Дубровский три раза работал на мероприятиях в составе федеральной делегации, которую возглавляет Владимир Путин. Но пока это про будущее, сейчас о настоящем. Оказывается, если проявить политическую волю, и бензин можно заморозить. И здесь работают не законы физики, как вы могли подумать, а экономика. В ближайшее время цены на топливо не должны повышаться. Это итог соглашения, которое на днях правительство заставило подписать главных участников топливного рынка. Мы чужие на этом празднике жизни. Именно так наверняка и подумали те, кого заставили. Ведь до 31 марта в стране фактически вводится госрегулирование цен на бензин и дизель. При этом налоги с нового года правительство все равно повысит. Но нефтяникам компенсировать это за счет увеличения цен на заправках категорически запрещено. Участники топливного рынка, естественно, остались недовольны. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Ключей не надо. Главное, не снижать объем поставок на внутренний рынок. Поставили условия в правительстве. В общем, власть свое у нефтяников возьмет, но переложить эти расходы на население не позволит. Получается, что до 31 марта средняя цена на 92-й не должна превысить 40 рублей. На 95-й – 43 рублей. Получается, что мощный административный кулак взял верх над невидимой рукой рынка. Но это только до 31 марта. Вы еще не знаете паниковку? Паниковки вам всех продаст и купят и снова продаст, но уже в рот. Насчет дороже – нечто подобное в нашей стране уже было и закончилось дефицитом. А дефицит, напомню, закончился взрывным ростом цен. Как сделать так, чтобы этого не повторилось? Независимое народное мнение выясняла наш корреспондент Евгения Малышко. Как же делать так, чтобы цены на бензин стали ниже? Заменить тех, кто ими руководит. И все. Явный вопрос, конечно, не к нам. Это есть такой анекдот. Есть два выхода в этой ситуации – реальный и фантастический. Вот прилетят инопланетяне все сделают хорошо. Это реальный. Еще не так масштабно мы и не мыслили. Можно было, наверное, налогами побольше богатых обложить. И за счет этого снизить. Предлагаю всем пересаживаться на газомоторное топливо. Метан – 13 рублей км. Прекрасная цена. Экологичное топливо, конечно, выход. А вот экономить на экологии не будут. Кругленькая сумма на то, чтобы навсегда убрать из Челябинска свалку, найдена. На этой неделе депутат Государственной Думы Владимир Бурматов озвучил размер суммы, на которую огромный мусорный курган, источник одной пятой всех выбросов, превратят в маленький, эстетичный и, самое главное, безвредный для окружающей среды холмик с зеленой травкой. Итак, из федерального бюджета на рекультивацию свалки в следующем году Челябинск получит 500 миллионов рублей. Через два года сумму увеличат. Город получит почти 2 миллиарда, а в 2021-м снова почти 500 миллионов. В общей сложности получается огромная сумма, которой в областном бюджете просто не было. Кроме того, на запуск мусоросортировочных комплексов в ближайшие три года потратят 215 миллионов, на лесопосадки по 20 миллионов в течение трех лет. А вот год назад в Челябинской области сделали то, что зависит, наверное, не только от денег, а таланта хирургов. Впервые в истории южноуральской медицины врачи пересадили человеку сердце. Этим человеком стал житель МИАС Александр Обухов. Спустя год после этой сложнейшей операции мы нашли Александра. И на наше удивление нашли не дома, а в больнице, но не пугайтесь, на плановом обследовании. Он согласился встретиться с нашим журналистом. Что чувствует человек, внутри которого бьется чужое сердце в нашем репортаже? Как вы в этом году переносили физические нагрузки? Ну, например, работу в саду? Да нормально так потихоньку. Ковырялся. Где-то яблоки собирал, где-то что-то там. Где-то это. Грядки прополосли. В свой сад Александр Обухов любит всем сердцем. Только сердце прежнее не позволяло ему ни за грядками ухаживать, ни собирать урожай. Мужчина даже не мог спать. Лёжа задыхался. Проблемы начались 9 лет назад, когда перенёс обширный инфаркт. Затем были операции, ставили кардиостимулятор. Но лучше не становилось. Сердце увеличилось больше, чем в два раза и весило килограмм. Ну, порой даже жить не хотелось, что там делать. Поэтому пошёл на отчаянный шаг, два, а что мне делать? Отчаянным шагом Александр Обухов называет то, что подарило ему вторую жизнь. Он решился отказаться от сердца, с которым жил 54 года. И начать жить с новым, вспоминают, не раздумывал ни минуты, когда врачи областной больницы позвонили Александру в МИАС и сказали, есть донор и нужно быть как можно быстрее. Мужчина уже через три часа лежал на операционном столе в Челябинске. Проснулся, помню, и сразу отрубился. Думаю, ладно, я уже лежал, как бы, живо, и это было достижение. Раньше я не мог это сделать. Теперь Александр Шузит из сердечника превратился в человека сердечного. За чтением романа или просмотром фильма рассказывает, стал часто пускать нескупую мужскую слезу. У меня сердце было немножко сдержаннее, или как сказать, правильно, чтобы как... А это более чувствительное, да, на эти вот... Это я заметил, да, вот, потому что прям чуть-чуть я уже, все, у меня слеза пробивается. Люблю мелодично русские и народные песни. Я парень деревенский, поэтому... Сегодня деревенский парень Александр от всего сердца благодарит врачей Челябинской областной больницы, которые год назад впервые провели сложнейшую операцию. Это решение было коллегиальное. И когда мы полностью подготовились, мы были уверены, что это возможно, это выполнимо. И только после этого мы стали готовить пациента. И когда была возможность эту операцию провести, мы ее провели. И вот спустя год в областной больнице пересадку сердца выполнили второй раз. Теперь женщине она уже выписана, и, как говорят врачи, чувствует себя хорошо. Сейчас в очередь на трансплантацию сердца в области стоят больше 10 человек. Челябинские врачи готовы к операциям, но доноров найти непросто. Причем у донора и рецепиента должна быть совместимость тканей, совпадать группа крови, резус, а вот возраст и пол, рассказывают медики, могут и отличаться. Время таблетки принимать. Со слов специалистов, с чужим сердцем человек может жить и 10, и 20 лет. Сейчас Александр на плановом обследовании. Пациент дисциплинированный. На каждый прием лекарств заведен будильник. Таблетки аккуратно разложены в таблетнице. Ведь на эту жизнь у 55-летнего мужчины большие планы. Сейчас есть внучка у меня и родине. Мне хочется что-то делать, заняться ей воспитанием. Вы счастливый человек? Да, наверное, да, конечно. Я думаю, что он мне посчастливился приобрести вторую жизнь. Поэтому я думаю, что да. Не всем это дается. Но вот случай свел меня с хорошими профессиональными врачами. Сегодня в России в год проводят порядка 200 операций по пересадке сердца. Александр Обухов уверен, нужно больше рассказывать о важности донорства. Ведь даже после смерти можно спасти чью-то жизнь. Если, допустим, я буду умирать, я закажу заранее. Если какие-то органы мои хорошие, пусть используют. А что умереть там в земле? Пусть побегают, послужат для кого-то. Ну, слава Родине. Но сейчас всем сердцем Александр желает жить, быть рядом с близкими и своим примером показывать, что челябинские врачи способны на настоящие чудеса. Яна Тормина, Антон Захаревич, ОТВ. И еще о чудесах. Сегодня южноуральские врачи проводят операции по трансплантации практически всех органов человека. От роговицы глаза до печени и почек. Какими еще достижениями декторов и не только может гордиться челябинская область? Мы составили топ-5 медицинских побед. Южноуральские хирурги одними из первых в России освоили внутриутробную хирургию. То есть научились делать операции детям, находящимся еще в утробе матери. В итоге младенческая смертность в Челябинской области за последние 5 лет снизилась на 17%. В ядерном центре имени Забабахина в Снежинске запустили производство радиофарм препаратов. Они содержат радионуклиды, их используют для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе и онкологических. А к середине 2019 года в Челябинске запустят второй в стране центр протонно-лучевой терапии. Пока такой есть только в Обнинске. Оснащение детской нейрохирургической службы Челябинской области признали лучшим среди регионов и по качеству соответствующим московским клиникам. Такой вывод сделал главный детский нейрохирург России Сергей Горелышев. Несмотря на оптимизацию сети лечебных учреждений, которая проходит по всей стране в Челябинской области, из 673 фельдшерстка акушерских пунктов не был закрыт ни один. По словам губернатора, до 2020 года на строительство ФАПов и офисов врачей общей практики направят порядка полутора миллиардов рублей. За четыре года средняя заработная плата врачей выросла до 63 тысяч рублей. Для сравнения, в 2013 году средняя зарплата медиков составляла 42 тысячи рублей. Про политические чудеса, происходящие в мятежном мясе, поговорим ровно через минуту. В чем причина мэрской аномалии в курортном городке? Почему же четвертого главу выводят из местной администрации в наручниках? Об этом сразу после рекламы. Оставайтесь на ОТВ. Это время новостей. Итоги. Мы снова в эфире. Людям, в чьих трудовых книжках есть запись «Мэр мяса», категорически не везет. На этой неделе задержали очередного экс-главу города Станислава Третьякова. Его подозревают в получении взятки. Маски шоу с наручниками прошли по старой и хорошо знакомой, особенно вахтершем местной администрации, схеме. Бывшего главу, а ныне простого мясского бизнесмена, сменившего строгую чиновничью стрижку на хипстерский хвостик, вывели в наручниках прямо из здания мэрии. И что самое неприятное, несколько месяцев назад точно так же в наручниках, в окружении людей, в масках из местной администрации вышел еще один бывший мэр Геннадий Васьков. Он, кстати, до сих пор в СИЗО. Его подозревают в превышении полномочий. Строчка «Мэр мяса» есть в трудовое и у Виктора Ордобьевского. Его подозревают в заказных убийствах. Суд еще идет. Срок за коррупцию уже отбыл и один из самых популярных мясе глав Владимир Григориади. Получается, что Третьяков уже четвертый арестованный мэр мяса. И это уж какая-то недобрая традиция. В политических кругах региона уже ходит анекдот. Ищу работу мэром, мяс не предлагать. Но нынешний глава города Григорий Танких, судя по всему, человек не суеверный. И анекдоты близко к сердцу не принимает. Все спокойно, все на месте, я на месте самого. Но вернемся к Третьякову. По данным следствия, в 2012 году он получил 140 тысяч рублей за выделение земельного участка без конкурсных процедур. Но почему такой давний грешок, вспомнили только сейчас. Авторитетный челябинский политолог Александр Мельников на своей страничке в Фейсбуке сделал предположение. В сети менеджер бывший, но и сегодня его принято относить к самой сильной местной группе влияния, оказывающей определяющее воздействие на текущие политические процессы. О том, что наведение порядка в МИАСе будет сопровождаться и активными резонансными действиями правоохранителей, много говорилось еще летом. Сегодняшние события подтверждают ожидания. Вообще, политологи вполне заслуженно стали называть МИАС самым политически неспокойным городом региона. Войны местных элит, бунты в депутатском корпусе, бесконечные аресты мэров. Но большие надежды возлагают на нынешнего главу города. Задача максимум для Григория Танких – решить конфликты элит, утихомирить депутатов и самому не попасть в список скандально известных мэров. И пока в МИАСе идут политические игры, в Копейске играют в шахтеров. Причем игра максимально приближена к подземной реальности. В городе открыли учебный полигон для горняков. В 70-е его построили студенты местного политеха. Но рассказать об этом, когда-то закрытом для посторонних объекте, решили только сейчас. И пусть шахтеров в Челябинской области не так много, в тоннель практически ежедневно кто-то приходит. Среди визитеров на этой неделе оказался и мой коллега. На удивление, в учебной шахте Павел Зорин почувствовал себя на глубине 500 метров, не меньше. Чтобы попасть на полигон, представляющийся полную копию угольного штрека, необходимо выслушать технику безопасности, а также надеть оранжевый светоотражающий жилет и белую каску. Все в технике безопасности, как в настоящей шахте. Ну вот, собственно, я и готов. Этот стенд посвящен безопасности и оборудованию, которое выдается каждому шахтеру. Здесь, конечно же, налобные фонари и вот такой вот самоспасатель, который в случае нештатной ситуации может очищать воздух, загрязненный метаном, на протяжении 4-х, от 4-х до 6-ти часов. То есть, состоит он из угольного фильтра, загубником берется в рот, здесь ставится к подбородочку. И таким действием, то есть, шахтеры предохраняют свои легкие от угарного газа. Пройдемте дальше. Самый главный враг шахтера – это газметан. Поэтому все оборудование абсолютно должно быть искробезопасным, включая телефонную связь. Сейчас перед вашими глазами вы увидите транспортный штрек, расположенный в натуральную величину. То есть, арочное крепление, поддерживаемое металлическими опорами и металлическими расстрелами. Вот эти вот вагоны, в простонародье их называют козы, предназначены для доставки лесоматериалов, оборудования в шахту. То есть, вот такими вот движениями, как цепляешься, как к электровозу, так, ну и ручная доставка. Угольный комбайн – это основной агрегат для выемки горной массы. Именно таким комбайном добывался уголь в Челябинском бассейне. Здесь, на полигоне, имеется рабочий образец. Вот он по-прежнему еще в масле и готов хоть прямо сейчас в шахту. Это ковшовая погрузочная машина. Махина весит около пяти тонн и управляется с помощью электродвигателя. В каких условиях ей приходится работать в шахте? Давайте спросим у Владислава Витальевича. Итак, что она делает? При прохождении штреков, то есть, используется вот эта вот погрузочная машина, при буро-зрывных способах происходит отпалка горной массы, то есть, которая обрушается на почву, и горная погрузочная машина своим ковшом отгружает горную массу, транспортирует дальше, на привод, на ленту или дальше куда-то. То есть, ездит она только взад? Да, ездит только взад и вперед. Ленточный транспортер – это артерия шахты. Именно по ней горная порода перемещается по выработкам. Уголь и порода пересыпаются с одного транспортера на другой, а общая длина каскада может составлять 4 километра. Здесь же, на полигоне, есть еще один раритет – это врубовая машина времен Стаханова. Принцип действия врубовой машины состоит в следующем. Своим рабочим органам она подрубает угольный пласт, ослабляет его, и уже шахтеры отбойными молотками дальше выбирают пласт полностью. Кроме того, здесь есть еще множество экспонатов разных времен. Например, целый ряд магнитных пускателей, которые использовались для запуска лент, приводов и комбайнов. Их сейчас и демонстрируют студентам и гостям. Учебный полигон использовался горным техникумом с 1968 года. На данный момент это музей, который открыт для всех. Челябинцы, у которых есть европейская привычка делить мусор на пластик, стекло и бумагу, могут получить скидку на вывоз мусора. И это не шутка, реальная экономия. Сейчас все подробности узнаем у ведущего рубрики «Коротко о главном» Артура Ишплатова. Артур, ждем подробностей. Действительно, сортировка поможет сэкономить на вывозе мусора. Новые тарифные правила будут действовать с нового года. Сейчас об этом и многом другом расскажу подробнее. Новый тариф на вывоз мусора озвучат в начале декабря. Зависеть он будет от количества прописанных в квартире, а не от жилплощади. Об этом на уходящей неделе заявил представитель нового регоператора. Сейчас цифру утверждает Министерство тарифного регулирования. Ожидается, что сумма будет зависеть от того, в каком виде горожане выкидывают мусор. Если отходы сданы общей массой, вывозить будут по установленному тарифу. А вот отсортированный увезут по меньшей цене. Счета с новыми расценками регоператор Центр коммунального сервиса начнет выставлять с января. Новые онкополиклиники на этой неделе исполнился один год. За это время там провели 155 тысяч консультаций. Раньше удавалось принимать не больше 500 человек в день. Сейчас же больше 600 при этом очередей. Ни в регистратуре, ни в коридорах нет. Этого удалось добиться благодаря новой системе распределения пациентов. Пять многодетных семей из Копейска подали заявки на получение денег вместо земли под строительство дома. Такой возможности в прошлом году попросил президента Владимира Путина, мастер цеха компрессорного завода Евгений Крутиков. По его словам, земля есть, а денег на строительство нет. Теперь семьи, где воспитывают трех или более детей до 18 лет, смогут получить 250 тысяч рублей. В детский сад Юризани вернули сторожей. Сначала их сократили из-за оптимизации и функции охранников приходилось выполнять воспитателям. Тогда одна из сотрудниц записала видео и обратилась к губернатору. Он возмутился ситуации и потребовал провести проверку. После административного расследования Министерства образования и уполномоченного по правам ребенка, сторожи снова вышли на работу. Челябинский КВН собирается отметить 25-летний юбилей. Первые команды в Южноуральской столице появились в 93-м. Тогда же провели первую игру в цирке. Отпраздновать знаменательную дату собираются фестивалем «Снежные буераки». Он вернется на сцену Дворца спорта «Юность». Выступят на нем легенды КВН, которые стояли у истоков, а также играли в начале 2000-х. Вести праздник будет актер Станислав Ярушин. На этом у меня все. Настя. Спасибо, Артур. А я напомню, в студии был мой коллега, ведущий рубрики «Коротко» о главном Артур Шпулатов. А после короткой паузы о юбилее ОТВ вспомним ярких звезд и знаменитых зрителей телеканала. Зачем ведущему самого первого эфира новостей ОТВ нанимали психолога и массажиста. И для кого в студии хранят толстые орфографические словари. Обо всем после рекламы. Оставайтесь на ОТВ. Это время новостей. Итоги. А это кассета с самым первым эфиром программы новостей на телеканале ОТВ. Записана она ровно 15 лет назад. Но на этой неделе уникальные кадры вновь в эфире. Телеканал ОТВ отмечает юбилей. А в юбилей принято подводить итоги. Об аналоговом прошлом и цифровом будущем первого областного в репортаже Артура Шпулатова. Своё десятилетие отметил и дивизион сторожевых катеров. Дизизион. Это же хорошо. Как раз для первого эфира. Дизизион. Свой пробный эфир первый ведущий ОТВ Сергей Жеребин вспоминает с улыбкой. На этой запись ему всего 23 года. Сегодня отрядом от другого назначения отмечается в 20-летний юбилей. Челочка. Особенно удавались. По образованию Сергей инженер Металлург. 15 лет назад решил начать карьеру журналиста. Работал на златоустовском телевидении. Но когда узнал об открытии областного канала, переехал в Челябинск. Вспоминает самое сложное для него было научиться работать перед камерами в студии. Наняли психолога и массажиста. Психолог проводил тренинги, чтобы снять зажим перед камерой, который у меня, видимо, образовывался. А массажист как бы мышечно, так скажем, работал надо мной. То есть, чтобы зажим именно физический. На ОТВ Сергей проработал два года. Затем стал собственным корреспондентом федерального СМИ. После редактором на других телеканалах Челябинска. Сейчас трудится руководителем группы рекламно-выставочной деятельности механического завода. Но, по его словам, бывших телевизионщиков не бывает. Не исключен такой вариант, что в каком-то виде и когда-то я, наверное, могу вернуться к телевизионной стезе. Но, наверное, вряд ли это будет основной вид деятельности. Впервые новости ОТВ вышли в эфир 6 ноября 2003 года. Первый выпуск к эфиру подготовила команда молодых журналистов. Канал формировался маленьким коллективом. Было человек, наверное, 20-25 от силы. Это была большая дружная команда. И мы создавали классные, яркие проекты. Такие, как «Сделано на Урале», «То в доме хозяин», «Поворот судьбы». Это был такой бум по Челябинской области. В ИТО-ТВ в 2000-х программа «Крестьянский вопрос». Этот проект о сельской жизни стал одним из самых рейтинговых на телеканале. В колхозе имени Шевченко Чесвинского района и кадры есть, и техника. Самое, что ни на есть, передовая. Вела программу Лейла Кайпова. Сейчас она работает в пресс-службе правительства региона. Вспоминает, как записывали первые эфиры. Маленького роста, и мне необходимо было быть повыше. Ну, чтобы, потому что операторы говорили, что нужно быть повыше. Потом приходилось на двух, на трех словариках сидеть. Рассказывает, благодаря «Крестьянскому вопросу» объездила весь Южный Урал. Ведущая, которая привыкла к городской жизни, быстро стала своей среди сельских жителей. Я посмотрела на этих людей совершенно с другой стороны, потому что крестьянский труд, он очень тяжелый. Но он самый нужный. Можно прожить без газет, можно прожить без телевидения, можно прожить без интернета, но без продуктов питания ты не проживешь. Все авторские программы и новостные выпуски снимали на кассеты. То, как изменилась техническая оснащенность телекомпании, можно отследить по размеру носителей. За 15 лет телеканал пережил несколько технических революций. Первые новости монтировали на вот такие огромные кассеты. Бета-камы сюда помещаются до полутора часов видео. Репортажи снимали на Диви-камы, они меньше по размеру и вмещают до трех часов. Сейчас же программы и новости ОТВ снимают на вот такие маленькие флешки. Сюда вмещаются до 70 минут исходника в формате Full HD. А вот специальные проекты снимают на суперсовременные камеры. Они пишут в формате Ultra HD или, проще говоря, в 4К. Современное оборудование позволило ОТВ первыми в регионе перейти на формат HD-вещания. У телекомпании есть возможность выходить в прямой эфир из любой точки мира. У нас губернатор еще находится там, скажем, Магнитогорский или там Снежинский, а сюжет уже выходит в эфире благодаря тому, что у нас такое оборудование сейчас есть. Традицией стали телемарафоны и прямые трансляции из Дня города, Дня Победы. Международные чемпионаты мира, которые проходят в Южноуральской столице, видят зрители в Америке и Европе. Все авторские программы, выпуски новостей, сюжеты хранятся в архиве. За 15 лет вещания здесь накопилось 70 тысяч дисков с сотнями различных телепроектов. Вот наш уникальный проект «Все чудеса Урала». Конечно, это просто кладезь для туристов и для турфир. Зона вещания ОТВ 80% региона – это самый большой показатель среди телеканалов области. Сейчас ОТВ смотрит каждый третий житель Южного Урала. Среди зрителей – чиновники, политики, врачи, учителя и знаменитые спортсмены. Эфир телеканала ОТВ продолжает время новостей. В студии Анастасия Васильева. Здравствуйте. Постоянный зритель ОТВ – нападающий хоккейного клуба «Трактор» Александр Тридчиков. Свободно от тренировок и игры «Время» он смотрит свои любимые программы. На ОТВ мне нравится время новостей, все про спорит и программа «Суперстар». Очень много знакомых и родственников смотрят трансляции «Манча Трактора» на ОТВ. Аналоговое прошлое, высокотехнологичное настоящее. Сотрудники говорят, теперь телеканал ждет цифровое будущее. Медиахолдинг выиграл право размещать программы на 21-й кнопке третьего мультиплекса – цифрового телевидения. Артур Ишпалатов, Антон Захаревич, Маргарита Хижняк и Олен Хачатуров. ОТВ. Место в мультиплексе – это значит, что в следующем году, когда вся Россия перейдет на цифровое телевидение, ОТВ можно будет найти на 21-й кнопке сразу после федеральных телеканалов. То, что первый областной теперь имеет новый статус, отметил и губернатор Борис Дубровский в своем юбилейном поздравлении. ОТВ стал главным каналом региона, получив статус обязательного общедоступного телеканала Челябинской области. Преимущество ОТВ не только в безусловном профессионализме редакции. Вас отличает уважение к зрителю и способность давать информацию честно, объективно, деликатно. И чтобы у всех южноуральцев была возможность смотреть программы ОТВ и федеральных каналов, Борис Дубровский принял решение возместить расходы на подключение к цифровому телевидению малоимущим семьям, инвалидам, участникам, а также вдовам погибших участников Великой Отечественной войны. Тем временем культурный мир планируют наладить между Китаем и Челябинском. Южный Урал намерен идти на восток не только с макаронами, крупами и растительным молоком. Эти продукты сейчас поставляют из региона в Поднебесную, но и с музыкой. В этой области, кстати, нам есть что показать. Ну вот, например. Вообще китайцы очень любят русскую классическую музыку, особенно Чайковского. Поэтому в том, что камерный оркестр классиков в Поднебесной примут, возможно, даже попросят сыграть на Би, сомнений нет. Договориться о гастролях на этой неделе приезжали китайцы. Дирижер оркестра из провинции Хэйлудзян на хорошем русском заявил, готов не только принимать южноуральских музыкантов у себя, но и в ответ присылать в Челябинск своих артистов. В первую очередь синхроническая музыка. То есть пропаганда китайской музыки здесь и пропаганда русской музыки там. Вы нам классику, мы вам симфонический оркестр провинции Хэйлудзян. Это формат так называемых перекрестных гастролей. Китайцы предложили поставить на сцене Челябинского оперного совместную постановку. Южноуральские чиновники пригласили китайских артистов выступить перед президентами. Еще один, само собой вытекающее предложение, это приглашение творческих коллективов и солистов Харбина к нам во время проведения шоссы Брикс, который здесь будет проходить в 2020 году саммит, где будут наши с вами президенты поучаствовать в культурной программе шоссы. Китайцы теперь будут играть и на Божовском, и на фестивале Сенегорье, а балетмистеры ставят национальные танцы в ансамбле «Урал». В общем, договоренности о культурном обмене есть. Осталось только все это реализовать на практике. И тут одна интересная деталь. Во время экскурсии гостей из Китая привезли в оперный театр. Показали зал, сцену за кулиси, но самое большое впечатление на участников делегации произвело то, что они увидели совершенно случайно. В холле готовят выставку костюмов из легендарных постановок прошлого века. Театралам покажут, например, платье Рызали, Инда из летучей мыши или шубу Бориса Годунова. Вместе с китайцами раньше всех экспонаты увидела моя коллега. Во время съемки Полине Кирсановой предоставили возможность еще и примерить одно из уникальных платьев. Мы раньше работали красками, масляными красками. Видите, там живого места нет, это бархат был. Превратить бархат в роскошную шубу и сделать из стекляшек бриллианты. Все это умеет Римма Кириллова. Художник-бутафор оперного театра создает шедевры с помощью кисти, красок, бус и тесьмы. Вот это платье Тоски. Тоску художник нарисовал просто платье. Мне попала кассета. Кассета попала, я посмотрела, так надо же шлейф ей. 30 костюмов из разных десятилетий Челябинского театра достали из чуланов и отреставрировали. Все эти платья, фраки, расшитые царские шубы, делорук Риммы Николаевны. Художницы почти 80 и она до сих пор работает в театре. Попала сюда совсем девчонкой. Ей было 16, когда она поняла, что и за кулисами весь мир тоже театр. Начинала самим в Ортке с Самовоокеаном. Известный скульптор в то время работал бутафором в оперном. Художники вручную делали аппликации, мастерили тесьму из ткани и вытачивали бусы. Вы знаете, первые мы камушки делали сами. Вот так. У нас подсветка у электриков. И вот точили, и оргстекло, и туда подставляли. Искусственные бриллианты делали вручную, а еще умудрялись из них мастерить колье и серьги. Украшения выглядели по-королевски, вспоминает звезда Челябинской оперы Наталья Заварзина. Соби роскошная звезда, ты закатилась навсегда. Это начальные стройки арии Гориславы. А за стеклом один из любимых костюмов певицы. С партии Гориславы в опере «Руслана Людмила» Наталья Заварзина начала карьеру в Южноурайской столице. Артистка полюбила этот персонаж за характер и за стиль. Вот эти штанишки, такие, знаете, модненькие бананчики. Так вытягивают ножки, так это красиво. Еще софьяновые золотые парчевые тут сапожки. Он такой сексуальненький костюм, я бы сказала. Вообще ему всем нравился. Среди верениц костюмов из кринолина и рюш восточное платье стало для Натальи Заварзиной одним из любимых образов. Расшивала его также Римма Кириллова. Сноровку художница не потеряла и сегодня. Спустя полвека она готовит к выходу шубу Бориса Годунова. Подарок Большого театра. У меня есть альбом «Большой театр». Я эту шубу нашла там, исполняет певец. Вот она у нас теперь. Последний раз зритель видел этот костюм в конце 50-х на сцене Большого. После его подарили челябинским художникам. Все это время для наших мастеров он служил образцом росписи из декораторства. Сегодня Римма Николаевна готовит шубу к выходу в свет. Она украсит выставку в фойе театра. Спустя десятилетия к зрителям вернется и платье из оперы «Летучая мышь». Сразу не скажешь, что этому платью 52 года. Это костюм Розалинды из оперы «Летучая мышь». И скоро его вновь увидит зритель. Правда, теперь на выставке. Художники обновят аппликацию, добавят камней и пайеток и заменят сетку на рукавах. Выставка театральных костюмов будет готова к концу ноября. Фраком Евгения Онегина, плащом короля Сигизмунда и балетной пачкой Коломбины зрители смогут полюбоваться в антрактах. Полина Кирсанова, Андрей Ярушев, ОТВ. На этом все. Выпуски программы «Время новостей» и «Итоги» доступны на сайте 1.0.ru и в фейсбуке. А мы увидимся уже в следующую субботу в 21.30 на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин